Всем привет! Сегодня я разберу квартиру, которая находится на юге нашей страны, в городе Алушта, полуостров Крым. Чем интересна эта квартира? Тем, что запрос, который я получил от своих заказчиков, не совсем стандартный. С чем обычно приходят люди? Семья, ребенок или двое детей, для которых нужно придумать планировку той квартиры, которую они купили. А в этот раз ко мне обратилась тоже семья и еще одна семья. Получается, что эта квартира для двух семей. Старшего поколения и младшего. Сейчас об этом поподробнее расскажу и что из нее сделал. Поехали! Итак, ко мне обратился заказчик, который приобрел двухкомнатную квартиру и запрос у него был следующий. Придумайте, пожалуйста, нам планировку, которая была бы удобна для проживания двух семей. То есть для меня, ну то есть его с женой, а также к ним в гости очень часто будут приезжать дети, тоже семейная пара. Это значит, что нужно две спальни, а также общее пространство, в котором удобно будет встречаться всей семье. Что я вижу перед собой? У меня двухкомнатная квартира. Это две комнаты жилые, я их обозначаю. Одна, ну почти 14, а вторая 25 метров. Та, которая 25 метров, видимо предполагалось, что будет гостиная. А нам нужно две спальни. А вот кухня не очень большая, всего лишь 12 метров. И, конечно, из нее не получится общего пространства, где должен быть кухонный гарнитур, обеденный стол, а также диванная группа. Вот с этими вещами я и буду работать. Но прежде чем я покажу ту планировку, которую придумал, я хочу еще раз подчеркнуть особенность запроса. Это две семьи, а значит нужно две спальни, нужно общее пространство, в котором эти две семьи будут встречаться. А также нужно учитывать то, что одна семейная пара будет приезжать периодически и не постоянно будет проживать в этой квартире. Также нужно предусмотреть места хранения, ну все как обычно, входную зону хорошую, а также в идеале просторные ванные комнаты. Изначально она здесь одна, а нам бы по-хорошему две. Ну, посмотрим, что получится. Начну с гостевой зоны. Я напоминаю, что в ней должен быть кухонный гарнитур, обеденный стол и диванная группа. Для того, чтобы все это поместить, необходимо было увеличить кухню. Что я и сделал. Я передвинул перегородку и бывший зал сделал меньше. В будущем это будет спальня. Ну, а пока увеличиваем кухню, превращаем ее в кухню-гостиную. Чтобы она стала еще больше, я присоединяю балкон. Сразу хочу сказать, это незаконно. Присоединение балкона к жилой площади квартиры не приветствуется. Ну, правильнее даже вообще нельзя. Поэтому, чтобы такое совершить, необходим, во-первых, инженерный проект, а во-вторых, согласование. Но сомневаюсь, что вам это согласуют. Поэтому то, что я здесь сделал, не совсем законно. Зато дает нам возможность получить место для обеденного стола, который в моем варианте расположился на балконе. Также здесь я убрал полностью все остекление и даже те кусочки стены, которые не являются несущими. Конечно, опорные конструкции остались на местах. Я их не трогал. Я убрал лишь те участки стены, которые не являются несущими. В принципе, если это станет проблемой и нужно будет согласовывать квартиру, то никто не мешает поставить стеклянное ограждение. И тогда все правила будут соблюдены. Все будет по закону. Ну, давайте рассматривать дальше. Здесь есть кухонный гарнитур, мойка и варочная поверхность. Они располагаются вот именно так, как должны располагаться. Из холодильника достали продукты, положили слева от раковины, в раковине помыли, дальше порезали, дальше положили на сковородочку, пожарили, дальше расфасовали, разложили по тарелочкам и эти тарелочки уже подали на стол. Вот так рассматривайте кухонный гарнитур, потому что в общем-то приготовление это технологический процесс. И чем удобнее он организован, тем вам комфортнее находиться на кухне. На этой кухне вместо острова я предусмотрел барную стойку, за которой можно сидеть и смотреть телевизор с каким-нибудь напитком, например. Можно сидеть и болтать с тем, кто готовит, или с тем, кто сидит на балконе за столом, или тот, кто на диване на креслах сидит, ну или просто смотреть телевизор. А также на этой барной стойке можно что-то готовить. А также она может являться сервировочным столом. Вот видите сколько много функций у какой-то простой узенькой барной стойки. В общем это очень удобная штука. Ну хватит уже о кухонном гарнитуре, давайте про диванную группу. Она состоит собственно из самого дивана, а также двух легких кресел. Я подчеркиваю легких. Почему легких? Если поставить сюда громоздкие кресла, то они займут абсолютно все пространство. И даже ходить мимо них будет неудобно. Да и более того, когда кресла легкие, их можно передвигать ближе, дальше, правее, левее. На балкон их вынести и смотреть на море, например. Я напоминаю, квартира-то в Алуште. Обсудили общую зону, теперь переходим в спальню. В спальне получились одинакового размера. Одна для родителей, другая гостевая. Начну со спальни, которая гостевая. Эта спальня находится рядом с гостевой комнатой. И чтобы в нее попасть, нам нужно отодвинуть перегородку. Она здесь примерно полтора метра. И пройти собственно говоря в спальню. Почему я сделал именно так? Почему я не сделал обыкновенную дверь, например? Когда дети не гостят, хозяева могли эту перегородку отодвинуть. И волшебным образом территория спальни переходит в территорию гостевой комнаты. И мы визуально воспринимаем все это пространство единым. А это значит, оно больше, просторнее, воздушнее. Ну здорово же? Да вообще отлично получается. А когда приехали гости, они зашли к себе в спальню, перегородочку закрыли. И все, у них изолированная комната. Очень удобно и практично. Ну согласен, кто-то может написать, что звукоизоляция будет не очень. Ну да, не очень. Ну знаете что, делать гостевую комнату, чтобы там прям все было очень-очень-очень, это здорово. Когда есть лишние квадратные метры. Ну а когда мы пытаемся впихнуть невпикуемое, знаете, это очень отличное решение. На мой взгляд, если у вас другое, то есть комментарии. Пожалуйста, пишите в них свое мнение. Идем дальше. Спальня родителей. Она находится дальше от гостевой комнаты. Это сделано для того, чтобы они чувствовали себя изолированно. И от гостей, если они вдруг приехали. Ну и от того, что происходит в гостевой комнате. Здесь обыкновенная дверь. В самой комнате находится шкаф, кровать, тумбочки. Ну все как обычно. И конечно телевизор. Кстати, тут запрос был. Три телевизора в квартире. Я не совсем понимаю, зачем телевизор нужен в квартире. Но здесь аж целых три попросили. Как будто им вида на море недостаточно. Кстати говоря, в гостевой комнате тоже большой вместительный шкаф, который почти 2,5 метра. Тоже тумбочка с телевизором. Ну и кровать, разумеется. Переходим в санузлы и ванные комнаты. В проекте от застройщика здесь была всего-навсего одна ванная комната. Ну мы с вами понимаем, если приехали гости, то одна ванная, ну не совсем комфортно. Вдруг кто-нибудь там в душе застрял или на царском троне засиделся. Поэтому обязательно нужно разделить. Что я и сделал. К сожалению, не получилось две ванные комнаты и не получилось присоединить ванную комнату к спальне, чтобы мы с вами имели мастер-спальню. Поэтому раздельно. Но, тем не менее, их все равно две. Это гостевой санузел, где есть унитаз и небольшая раковина. В принципе, гости в этом санузле могут расположиться со своими зубными щетками, чем-то там еще. Ну, знаете, такой вечерний мацион, когда мы делаем. Можно и тут умыться. И есть основная ванная комната. Непосредственно самой ванной, ну то есть корыта, нету. Есть только душевая кабина. В этой душевой кабине, соответственно, мы принимаем душ. Есть туалет, то есть горшок. Есть большая раковина с такими, знаете, вот местами, куда можно все составить. Также есть места для хранения. Обратите внимание, вот это вот все хранение. Также там спрятана стиральная машина с сушильной машиной. Сверху на ней слева предусмотрен бак для воды. Это водонакопительный, водонагревательный бак, который необходимо было куда-то спрятать. Ну вот я и спрятал его в этот шкаф. А снизу под баком предусмотрено место для хранения уборочного инвентаря. Поэтому все продумано и удобно. Остается узкая часть в шкафу, буквально 20-25 сантиметров. Это шкаф, который от пола до потолка и от стены до стены, в который много чего поместится. Ну сами представьте, в вашей ванной есть баночки, скляночки, которые маленькие, узенькие по размеру. И в шкаф 25 сантиметров их очень удобно расставить. Все на виду. А вот если глубокий шкаф, то туда еще и рукой не дотянуться. Так что возьмите на вооружение. Таким образом мы получили один гостевой санузел и основную душевую, в которой моемся, умываемся и храним всякие вещи. Остается прихожая и холл. С прихожей здесь, конечно, ничего особенно не придумаешь и не сделаешь. Поэтому попадая в квартиру, нас встречает уютная банкетка, сидя на которой мы можем переодеть сланцы. Идем дальше, попадаем в холл. В этом холле есть одно, но интересное решение. Эта стена, угол душевой кабины, про которую я ранее рассказывал, я специально ее закруглил. Почему? Во-первых, чтобы об нее не задевать, когда мы проходим из прихожей в зал. А во-вторых, визуально вот такое решение увеличивает пространство. Потому что пропадает угол, граница пропадает, на которой задерживается взгляд. Стена-то увеличилась, она плавно переходит из одной плоскости в другую. Вот такой легенький, маленький, нехитрый прием, но визуально увеличивает пространство. Конечно, со стороны душевой придется потрудиться и этот угол выложить плиточкой. Ну, в данном случае я советую использовать мозаику маленькую, которой можно любые закругления без всякого труда выложить. Вот, таким образом получилось очень интересное, комфортное и, самое главное, в шикарнейшем месте квартира с видами на море. Поэтому, друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, обязательно подписывайтесь на канал, ну и тем более обращайтесь за консультациями, которые я для вас с большим удовольствием сделаю. Всем пока, да пребудет с вами муза! ПАПА! ПАПАРА ПАПА!